Пока есть время перед родами, можно заняться обустройством комнаты для новорожденного. Проявите фантазию и ваше материнское чутье, а мы вам дадим 8 универсальных советов, как подготовиться к рождению. Детская комната должна быть изолированной, не проходной, чтобы снизить контакты с другими людьми до минимума. Хорошо, если в комнате есть балкон, а окна выходят во двор. Помните, детскую комнату нужно часто проветривать. Уберите ковры, шторы с лабрикенами и прочими висячими деталями, мягкую мебель, плюшевые игрушки, все, что может собирать пыль. Также в комнате для новорожденного не должно быть техники, телевизоров, ноутбуков, сотовых телефонов. Позаботьтесь о достаточном освещении. Выберите люстру с большим количеством лампочек, обязательно установите ночник, чтобы в темное время суток было удобнее кормить малыша, не включая верхний свет. Обратите внимание, дуют ли из окна, чтобы предотвратить сквозняк. Пусть в детской комнате будут плотные шторы, чтобы солнечные лучи не беспокоили новорожденного. Также позаботьтесь о шумоизоляции. Как правило, комнаты для новорожденных декорируют в светлые, нерезкие тона. Традиционное разделение на розовый и голубой будет как никогда кстати. Тем более, что и на взрослых эти цвета действуют позитивно и нераздражающе. Тканевые обои в детскую комнату выбирать не стоит из-за опасности пыли. Если ваш выбор крашенные стены, то выбирайте краску без добавления вредных элементов, например, свинца. Займитесь покраской детской комнаты за несколько месяцев до родов. Пол в комнате для новорожденного лучше сделать деревянным. Этот материал не вызывает аллергии, хорошо моется и вид у него эстетичный. Неплохо в этом отношении и ламинат, и паркет. Линолеум имеют безусловное достоинство, его несложно поддерживать в чистоте. Но в его состав может входить опасные для крохи полихлорвинил и синтетические смолы. Мебель для детской комнаты должна быть самая простая. В конце концов, она прослужит совсем недолго. Детская кроватка должна быть деревянной, устойчивой, обязательно с регулируемой высотой дна и боковых стенок. Позаботьтесь о наличии пеленального столика и персонального шкафчика для хранения детских вещей, игрушек и средств гигиены вашего любимого малыша.